Привет, зритель. Субботний завтрак. Так-то вообще-то я встала пол второго, но как-то вот получилось. У меня тут баррикада. Я вовремя забыла убрать яблоки. У меня несколько штук, аж 9 штук. Замёрзло и 3 нормальных оказалось. И вот я сегодня ночью одно яблоко запекла в микроволновке. Яблоки Победа в основе. Действительно, Победа запечённая, очень вкусная. Я что-то села, а ложку не взяла ни ту, ни другую. Ни столовую, ни чай. Я хочу сейчас сделать цикория на молоке полностью. Вот у меня сейчас подогрелось именно для кашки. У нас тут хлопья, лайт с акцией, соколов. Если есть у вас магазин и попалась пачка с этой акцией, то можете сходить в этот магазин соколов с этой пачкой и выбрать себе бесплатную подвеску в подарок. Так. Хлопья тропические. Можно купить их на вайдбере в пределах от 100 до 130 рублей. Где-то так. 125 даже. Артикул будет в инфобоксе. Не смотри, что у меня тут вот это стоит. Я собираюсь мясо за... Ну, в общем, короче, сделать мясо на кости с овощами. И вчера что-то мне как-то... Я пришла из гостей и сразу уснула. Около половины десятого. А когда проснулась, я убиралась, то есть всё там тает и так далее. Какую-то еду сладкую делала. Короче, мне пока было не до этого. Так. У меня тут пролилось приличненько. Относительно того, как обычно проливается. Я сделала 7 маршмеллоу. И хоть я маслом смазала от кедрового ореха, оно, ну, не падает вообще. Прилипла нах, блин, совсем. Ещё у меня там в этой чашке, в которой я взбивала, миксером, кстати, советским, Мария. Называется... Немножко в чашке, короче, осталось ещё. Того маршмеллоу. Он на основе инвертного сиропа, желатина, который у меня был, оказывается, на несколько месяцев уже 8, 9, 10, 11. На 4 месяца просроченный желатин от миксит оказался. Я что-то забыла, что он... Во-первых, я забыла, что он у меня есть. Во-вторых, когда вспомнила, оказалось, что он уже просроченный, но ничего такое. Вот сработал этот желатин. Короче, там желатин, инвертный сироп и... Не поверишь. Ну, вода, соответственно, фильтрованная. Порошок синего чая анчан. У меня было изначально этой смеси 450 где-то миллилитров, а когда я закончила взбивать, у меня было уже 1250 миллилитров. Чуть-чуть до 1300 не дотянуло. Пусть оно пока тут намокает. Я, наверное, много молока налила, а хлопья все-таки не так много. Сейчас я налью туда еще молока, согрею и добавлю цикория. Наверное, цикорию придется положить в другую чашку. Видишь, я сегодня переоделась в костюм домашний. Просто я сидела в банном халате и уже решила, что как-то не горло в банном халате еще и завтракать. Поэтому переоделась. У меня сегодня должно было быть кузя молоком, но мне вчера тетлюся позвонила и сказала, что ей привезли дрова, которую она в течение поры суток как бы убрать, чтобы снегом не заварила. и она приедет в понедельник. Потому что автобус сейчас ходит только почетным. Только какой-то конкретно один. Так же, как у нас деревня Масеевская, которая в сторону круга. Ну, приусский автобус почетно ходит. Ну, что-то показалось, что телефон уже сжал. Ну, видимо, показалось. Цикорий стоит в пределах 300 рублей. На Вайтберри стоит 230 грамм. Ну, это сироп цикория, точнее. Сам цикорий можно купить, я как-то видела по скидке на Вайтберри за 100 рублей. Но он, в общем, от 100 до 150 рублей. Пакетик такой в нем 100 грамм. Это цикорий у меня, кстати, с женьшинем. И за счет женьшиня он горчит. И я добавляю всегда туда вот сироп цикория. Хлопья у меня тут, помимо того, что это овсяные, это не зерновые хлопья кукурузные. Это кукурузная крупа сахаристой, банан сушеный, изюм, ядра семян подсолнечника, ананас сушеный, цикат. Вот сейчас мне как-то как этот попался. Вчера у меня не случилось завтрак записать. Ибо, ибо. Конечно, лучше в сухую положить пирожок, а потом уже заливать его. Я сейчас попробую так. Может, он мне помешается. Потому что, думаю, если я буду опять из чашки в чашки прижать, то у меня половина разольется. Ну, тут чайная ложка. Да, молоко, кстати, я в этот раз использую. Я внезапно увидела, написано было новинка. Большая упаковка. 1,4 литра простокваши на 3,2% жирности. Нормализованное молоко. Оно что-то было по 108 рублей вроде. Ну, в общем, 107,99 как-то так. Магниты. А у меня козья-то закончилась. Осталось только немного простокваши. Ну, и много творога. Ну, он замороженный, так что, ну, в принципе, ничего не будет. Мне еще привезут в понедельник творога. Просто потом, как бы, козы пойдут в состояние рожаю и немного воспитываю козлят. Ну, то бишь, молока не будет в таком количестве, чтобы вот на продажу было, тем более, творога. Поэтому я не отказываю, петлюсь, я покупаю у нее творог. Даже несмотря на то, что у меня, допустим, в прошлого раза немножко еще оставалось. Ну, и он у меня лежит сейчас, часть лежит на морозилке, часть на балконе, там как раз где-то минус 7, минус 5, минус 7 вот так. И я забыла, что там холодно. Я достала из морозилки упаковку, ну, так, пакет творога. Положила его на балкон. Думаю, он к утру растает как раз, я его покушаю. Дом захожу на балкон, там такой дубак, минус 7, он как бы даже не подумал растаять. И я подумала, что можно тогда из морозилки достать еще пару пакетов с творогом, отправить их на балкон, раз там минус. А в морозилку положить что-то, чего до этого не могло влезти, допустим, да. Вкусно. Можно даже сироп, мне кажется, не кидать. Насчет тут полностью вот с молоком. Даже как бы будто чуть-чуть сладковато. Менее чем за 2 недели мы ударными силами с приятелем по сканлейту сделали новую главу магги. И с 10 попытки у меня даже удалось залить ее на манголит. От имени нашей команды. Хотя в альтернативной ветке перевода нам оказали. Соответственно, не дали перезалить и ту недоглаву, которую какой-то надмозг сделал у волок. У волоча у нас в проект. Ну ладно, короче. Ну суть такая, что все-таки у меня получилось залить. Я упертая, я пыталась-пыталась, все-таки получилось. Да, хочу сказать спасибо Ольге тебе за донат. Это спасибо Бог в хитрах тоже. А вы зрители, если хотите поддержать канал, то я буду вам рада. В смысле, буду рада вашему донатам. Даже скажу спасибо. У меня как раз сегодня должен на зон прийти свет, световая панель. За три с половиной тысячи. Светодиодная. Там еще в комплекте к ней штатив. Я вообще хотела изначально без штативов, потому что мне в принципе хватает штатива сейчас. Ну думаю, ладно уж. Штатив да штатив. Мало ли, приспичит, что сделать с двумя пальцевыми и с этой панелью. Банановый хлопушек. Не особо, чтобы он размяк, но шудется нормально. Не жесткий, но и не мягкий. Ну вообще, на самом деле, не люблю вот именно таких чипсы банановые. Сушеные бананы я люблю. Просто я бананы, я люблю. У меня тут два черные банана лежат. Я думаю, снять их с них в шкурку, их поломать, положить в пакетик и в морозилку, потом делать какой у меня десерт. А вот банановые чипсы, что-то у меня не прижарились. Но они жесткие в сухом виде. А в мокром они мне как-то особо и не попадались. Так специально шуб. У меня вообще пришел якан на днях, на вайтбрис. Но тут сегодня написался, что он только что гружен продавцом. Хотя уже три дня на базе лежать. Мне, правда, подписчица сказала, которая работает на вайтбрис. Ну, на каком-то, так же вот на вайтбрис, короче. Что какой-то бак это. Там еще что-то пришло, поэтому я все равно потом днем съезжу. И заодно узнаю. Не сожрал ли кто мой якан? Если вдруг кто-то задается вопросом, о какой якане Лёля говорить, то якан это одна из вагаси. Японская традиционная сладость. На данном случае якан это как бы такой желейный пласт на основе агар-агара и красной фасоли адзуки. Можно, в принципе, сделать и из обычной красной фасоли. Или с другой фасоли. Но сама я якан пока еще не пробовала изготовить. Руки не дошли. Да, молока у меня получилось много. Надо было, собственно, две трети чашки заливать. Даже половину. Прям молочный суп. Я думаю, тут все свои. Поехали. Я сначала думала сделать яичку к мясу от домашних курочек. А потом, когда я резнула голову, поняла, что одного яичка мне будет мало, и лучше, наверное, правда, поесть с вами кашки. А уайцы с цикурем Бианола. Всё, сейчас будем спивать цикурь. Вкусненько. Меня там отмокают мои две взбивалки от миксера, потому что что-то я как-то увлеклась, отвлеклась. У меня оно подостывало, но остывало, пока я взбивала его. Сейчас я достану эту чашку, где там есть немного мошмелу остатков, те, что не перелились. Тянется. Ну и, короче говоря, оно на этих венчиках осталось, и как его счистить? Я часть чистила руками, а часть никак. Я залила горячей водой, их поставила в кастрюлю, залила горячей водой в раковине, они отмокают сейчас. Потому что я ещё один десерт намутила. Ну, как бы одновременно, всё равно не сделаешь. Во-первых, у меня только один миксер, а во-вторых, только одна чаша. И я часть этого немножко желатина, этой основы, короче говоря, немножко отложила, сварила манки, соединила с манкой. Ну, и оно остывало, сейчас вот в кастрюле стоит, у меня там недоманка. Я хочу потом на ней мусс сделать. Мусс на основе инвертного сиропа. Ну, что-то я как-то в нём разочаровалась. Он очень сладкий такой был. Я положила буквально полторы столовых ложки, когда делала тесто как на безе яйца, ну, белки взбивала. Ну, просто очень супер сладкое было. Настолько сладкое, что жутко приторное. А тут делала как мусс яблочный. И как бы по пропорциям инвертный сироп положила как надо, а вообще не сладко. Даже как-то нормально и не сбилось. Сделала вот с маршмеллоу. Оно... Ну, я забыла, что желатин, если он горячий, он жиденький сначала, а потом застывает. Оно по вкусу было практически не сладкое. Вот это сейчас вот... Чуть заметная такая сладость. Даже мне кажется, мой цикорий с молоком более сладкий, без добавления сиропа цикория, чем... Вот то, что у меня на основе инвертного сиропа вышло. У меня тут, правда, были казусы. Вот некоторые кусочки желатина все-таки не размокли. Я думала, что пока я их буду взбивать, они как-то разойдутся и все нормально будет. Ну, вот. Может, потому что этот желатин все-таки на 4 месяца просрочился. Хотя у меня как-то был какой-то совершенно дешевый желатин. Пакетик, что ли, 40 грамм или стою, уж не помню. Из светофора я купила в свое время... Да, там 100 грамм было, но что-то около 40 рублей тогда стоило. Я по совету какой-то женщине купила сразу несколько штук, положила на видное место и забыла про него на 2 года. В общем, на 2 года был просроченный. Ну, все нормально на нем сделалось. И то, что он просроченный, я уже увидела после того, как приготовила, на пакете глянула. Что-то так глянула. Ну, блин, нахуй глянула какое, ну, что за фирма, может, куплю потом. Типа, есть ли она на ножу, наливай берез. Смотри, он просроченный, думаю, блин. А тут он просто местами где-то разошелся, а где-то вот такими кусочками стал. Ой, хотела сказать, тянется, а оно завалилось. Ну, вот оно тянется, тоже завалилось. Полноценный зевер я пока не пробовала делать. Оно с него удобно. Желатин, вода, сироп. В виде чая. В виде чая. Сначала хотела зеленый чай использовать, а потом думаю, у меня же этот есть. Синий чай, наверное. Синим чаем будет прикольнее. То есть можно делать как бы мармелад, а потом на половине этого теста мармеладного сделать маршмеллоу. Просто взбив, когда оно более-менее подостыло. У меня вчера бредский друг спрашивает, а ты, говорит, сейчас печешь какие-нибудь булочки, пирожки, печенье? Я говорю, да что ты давно не пекешь на арабут практически. Я говорю, а что же ты тогда с чаем пьешь? Я говорю, варенье, мед. Какой-нибудь там мусс яблочный, наверное, еще какой-нибудь мусс на мазной крупе. Мамелад, там какой-нибудь маршмеллоу, варенье основное. Ну да, да как-нибудь печенье какое-нибудь спечь. Мне как-то попадался еще, пока маслопресса не было, что из жмыха этих, ну от масла, семечек орешков можно сделать какую-то такую вот, как снэк какой-то запеченный. Надо поискать в сети этот, я в закладке не помню, ставила или нет, рецепт какой-нибудь. Ну вообще, можно ли запечь что-нибудь из жмыха после семян и орешков и сделать это. Там на картинке что-то тогда такое красивое было. Так-то я еще из жмыха колу делаю, заливаю нодом в какую-то даже немножко масла кидала. Вот у меня было просто убрано, там доставать нехота. В общем, жмых из-под фисташки, немножко фисташкового масла и мед. И, кстати, с фисташковым маслом вареная картошка обалденно вкусно выходит. Во-первых, она окрашивается в желтый цвет масла, во-вторых, вкусно. Все закончилось, все выпилось. В общем, зритель, я покушала, я надеюсь, ты тоже. Все у меня вроде как тут пишется. И вроде не должно быть ни на каком странном режиме. И кошка у меня спит на кровати, поэтому никто не прыгает, не бегает. В общем, спасибо тебе, зритель, за просмотр. Я надеюсь, ты поел. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Продолжение следует...